Утром мы приступили к выдаче еще одной новой вакцины, вакцины COVID-19 в разработке института Чумакова Москва, которая поступила 2 с небольшим тысячи, то есть на 300 тысяч почти человек, на двойную прививочку у нас вакцина есть. Хотелось бы действительно рассказать о разнице в сроках постановки этих вакцин. Первая вакцина, которую мы хорошо знаем, это вакцина спутник ВИИ, ГАМ-КОВИД-2, которая первая поступила в наш Алтайский край, это двукратная, она ставится два раза, вакцина ставится с интервалом в 21 день. Вакцина, которая следующая поступила, это вакцина наша новосибирская, разработки вектора, вакцина ставится с интервалом в 14-21 день. А почему так или так? То есть при необходимости, при каких-то обстоятельствах срок официально разрешен сократить до 14 дней. Третья вакцина, которая к нам поступила в Крае сегодня, вот мы начинаем иммунизацию населения этой вакцины, разрыв между первой и второй прививочкой 14 дней. Бывают какие-то гиперосложения после прививки? Во-первых, однозначно, это может быть, и как правило многие какой-то период времени ощущают, кто-то час, кто-то два, кто-то сутки, это болезненность в месте инъекций. Но, во-вторых, мы ввели чужеродное вещество, во-вторых, мы прокололи кожу, мы сделали инъекцию, мы сделали прокол. Конечно, место все равно заноза будет, у нас тоже пальчик болит. Поэтому эти вопросы тоже сохраняются. Бывает иногда, у кого немножко повышенный аллергенный фон, либо реактивность организма, либо есть еще другая ситуация, формируется иммунитет, и ровно точно так же ярко протекает, вот именно ранний период формирования иммунитета, может быть легкое покраснение, легкая вот такая вот припухлость. Но это в течение одного-трех суток проходит. В области? В области инъекций, только в области инъекций. Иногда люди, наши же доктора говорят, какая-то сонливость напала, какая-то слабость. Ну, мы иногда смеемся между собой, говорим, спать не пробовали, вовремя ложиться некогда, работы много. Поэтому, то ли это вакцина была, то ли действительно это работа. Но, тем не менее, вот такой факт отмечают, что может быть. По части вот того, что были какие-то дисфункции кишечные, ну, наверное, может быть, у кого-то и были, и может быть, кто-то связался с этим, ровно так же, как и недомогание, недосыпание. Вся система по иммунопрофилактике, по допуску к прививке, она во всех странах одинаковая. То есть сначала нужно определиться, есть ли у человека противопоказания. У нас в Российской Федерации обязательно допуск к прививке проводит медицинский работник. Это врач или фельдшер, который обучен и знает все противопоказания. Ну и, конечно, если будет предоставлен результат, особенно если человек и переболел, и будет достаточно высокий титар антител, который свидетельствует о напряженном иммунитете, конечно, ставить никто прививку не будет, и доктор не порекомендует. А если одетела, так скажем, ниже порогового уровня, мы считаем, что иммунитета нет. И этот вопрос решается индивидуально. Особенно у нас много таких людей, которые вдруг решили, что они как-то болели, только они об этом не знают. Это бессимптомно. Прямо какое-то вот прям тотальное у нас поверье, что решили, что все переболели. Многие идут, многие издают, издают в хороших лабораториях, которые у нас сегодня проводят все вот эти вот исследования по напряженности иммунитета. Но я вам хочу сказать, когда человек приходит на прием, открывается федеральный регистр привитых лиц, во-первых, его там нет, этого человека. Во-вторых, дополнительно человек приносит подтверждение, что у него нет антител и нет напряженного иммунитета, но ему все показания прививаться. Поэтому мы с удовольствием прививем, тут даже вопросов нет. Очень много скептиков, которые говорят, ну, подожду где-то годик, посмотрю, как это все пройдет, такой эксперимент проводят. Нужно ли ждать годик или все-таки идти прививаться? Этот человек должен для себя сделать выводы, я готов заболеть. Я готов к тому, что заболеет от меня, вероятно, моя семья, мои коллеги. Поэтому, если человек готов к этому, ну, наверное, это его право выбора. Но дело другое, а окружающие как? Это один вопрос. Второй вопрос. Правильнее на сегодняшний день? Политика ведь государственная, она же не сряд сосредоточена о том, что необходимо привить 60% взрослого населения. А зачем? Потому что все равно остается какая-то прословечка, которая будет болеть. У нас есть антипрививочники, у нас есть ковид-диссиденты, которые ни во что не верят. Ну, наверное, плохо, что у них есть такое убеждение. Но, тем не менее, вот мы пытаемся предотвратить вот ту заболеваемость, которая была, тот неимоверный рост распространения, те тяжелые течения, высоченный уровень госпитализации, осложнений, которые мы с вами все пережили. Поэтому, конечно, задача именно государственная в том, чтобы не допустить именно эпидемического, пандемического распространения вируса. Для этого мы должны привить вот миллион сто человек взрослых у нас в Алтайском крае. Если мы не будем сбавлять темпы иммунизации, если мы действительно вот на сегодня все вместе с вашим участием, в том числе будем людям рассказывать, привлекать их к тому, объяснять безопасность и эффективность иммунизации, конечно, мы постараемся закончить. Были поставлены более жесткие сроки, был июль, и август, и сентябрь. Но, дай бог, мы сегодня в этом году управимся.